Он Нега во взоре Мне обещают Радости Рая Бедному сердцу Так говорил он Бедному сердцу Так говорил он Но Не любил Нет Не любил Нет Не любил Ах Не любил Меня Иванка можно я? Ухожу Спасибо Можно тебя на танец пригласить? Ты что здесь делаешь? Я тебя сюда не звала Подожди, выслушай меня Я пришел попросить прощения Я Я вел себя как последний мерзавец Ты вправе называть меня как хочешь Ты будешь права Я просто честное слово Я не понимал что я делаю Я не осознавал что я делаю Слушай, Маша Уходи отсюда Слушай, я Катя Я влюблен в тебя с первой нашей встречи Невероятная ты Ты особенная Я еще хочу чтобы ты знала Что Андрея я избил Не потому что он меня ударил А за то как он обошелся с тобой Я клянусь тебе Что этого больше не повторится Честное слово Катюша У тебя все в порядке? Да Хорошо, пойдем Папа Посмотри какой приятный молодой человек Танцует с Катей По-моему они очень хорошо смотрятся вместе Не знаю, не знаю А я знаю Я же говорила На Андрея Свет клином не сошелся А в Катином возрасте Увлечения меняются быстро Надо бы побольше узнать Об этом молодом человеке Добрый день Это Ивана Вы меня помните? Конечно, Ивана Здравствуйте А я могу поговорить с Андреем? Вы знаете, Андрей ушел В университет Нулевая пара Вы перезвоните ему на мобильный Да, у него может быть выключен телефон Он его на лекциях выключает Ему что-то передать? Нет, спасибо Всего доброго Нехорошо А что ж ты прячешься от меня, Андрюша? Ладно, я упрямая Все равно достану Добрый день Здрасте Добрый день Привет Я зашел за Катей Проводить ее в университет Ты не против? Конечно, она не против Катюша, может быть Ты представишь нам своего друга? Да, конечно, знакомьтесь Павел Павел Очень приятно Пашенька, как мило, что вы принесли Кате букет Лариса Семеновна, цветы это вам Мне? Да Как вы галантны, спасибо большое И конфеты к чаю Спасибо Ну, может быть вы присядете? Нет, дедуль, нам пора Да, извините, нам пора До свидания До свидания До свидания Вот это я понимаю Молодой человек из нашего круга Ну что, спасибо, что проводил меня Да, пожалуйста, а когда в следующий раз увидимся? Давай вечером в кино сходим? Давай Я позвоню Не знаю, как отделаться от Иваны Ходит за мной, звонит постоянно Может, ее вправду любит? Да какой ее любит? Просто хочет подразнить Катю, да и все Стоп, ребят Кто-то что-то про Катю сказал? А что такое? Так, Паша, иди куда шел, тебя не касается Идем, опоздаем Ошибаетесь Мне как раз таки интересно все, что касается Кати Она моя девушка Что? Так, не слушай этого трепотя, идем Пойдем, пойдем, пойдем Хорошо Давай Ну что, выпустила пар, да? Да, немного Теперь скажи мне, почему ты не на занятиях? Ну, племяш, я всегда тебя рад видеть Но пары пропускать не дело Это все из-за Андрея Я к нему, он от меня не дает никакого шанса Избегает? Да Со мной такое впервые Я привыкла к другому Меня добиваются, я раздумываю Сама порой не брала трубку Динамила свидание Вот такая она Обратная сторона Баррикад Но университет этот при чем? Учиться надо? В университете Катя Видеть я не могу Это из-за нее Он не обращает на меня никакого внимания Чем я хуже этой овцы? Да нет, ты не хуже Но Вот мой совет Отойди в сторону Пока Оставь Андрея в покое Пройдет время И он либо ее забудет, либо Забудет Должен забыть Знаешь, легко давать советы А сам ты продолжаешь ухаживать за Натальей Несмотря на то, что она тебе давно отшила Я попросил бы без этих жаргонных словечек Да Мне просто вот так взять И самоликвидироваться Вот именно Поеду-ка я За границу Дел накопилось А куда ты собрался надолго? В Чехию Потом в Бельгию Возможно В Штаты Наверное Надолго Яс, значит ты теряешь Прячешься Почему ты? Все ясно Собираешься забиться как можно дальше Чтобы в горьком одиночестве Зализать свои рваные раны Ну что ж Может быть и так Ну не знаю Возможно ты и прав Езжай, развейся Выкинь эту бондарчук с головы А ты бондарчука Как бы Попали Да, смешно Только я не сдамся Я должна победить Привет, Катюш Я с тобой Сейчас поедем в больницу Я договорился с гинекологом Пройдешь обследование Сдашь анализы Ну и Ну зачем это все? Беременность не болезнь Я прекрасно себя чувствую Катя Ты сейчас должна думать не только о себе Но и о ребенке Поехали Да-да О, проходи Ну что, ты прием Свою красавицу Да, сейчас УЗИ сделаем Мы к тебе Слушай, тут такое дело Катя в последнее время замкнулась в себе Поговорить как-то нормально не получается Что у нее в голове, непонятно Чем я могу помочь? Ты же понимаешь, что это не в моей компетенции Да это понятно Ты скажи ей, что аборт ни в коем случае, ладно? Ладно Постараюсь С развитием товарно-денежных отношений Связано появление и развитие гражданского права Как самостоятельной отрасли Такие отношения впервые появились в Древнем Риме Скажи, почему так случается? Что в какой-то момент два человека влюбляются друг в друга Почему ты влюбился в меня И я влюбилась в тебя? Почему? Я не знаю Но я знаю точно, что Никого другого я полюбить не мог Почему? Потому что ты самая лучшая Римское право Сформировалось на основе обычного права И судебной практики магистратов Которые разрешали все имущественные споры Ну что там? Беременность протекает нормально Будут анализы И я сделаю более развернутое заключение Ну и тогда Кате вы сможете стать На учет женскую консультацию Катя Быть вы же собираетесь Становиться на учет в женскую консультацию? Возможно Я вам хочу сказать, что Искусственное прерывание беременности Это большой стресс и риск для вашего организма А с точки зрения религии Это называется детоубийством Вы будете потом жалять об этом всю оставшуюся жизнь Доктор, я бы никогда Извините Павел, спасибо вам за цветы Они чудные Вы нас балуете А куда вы собрались С Катей, если не секрет? Мы в кинотеатр К этому фильму был такой неплохой трейлер Что было? Трейлер в кинематографе Это такой небольшой видеоролик Реклама фильма А как бы сразу и сказал Реклама А где отец Кати? Столько хорошего А я слышал Хотелось бы поближе познакомиться А вы его видели на дне рождения у Кати Саша очень много работает Он ведущий врач в клинике И сейчас у него большая загрузка в клинике А, ясно Запах какой Ваниль, да? И корица Значит, пирог С яблоками Угадал? С апельсиновыми дольками Не угадал Но не беда Кстати, а научите меня такое готовить? Почему бы нет? С удовольствием Кать, ты такая красивая Очень похожая на свою мать Пойдем, а? Да, нам пора Спасибо вам большое за гостеприимство За чай, за беседу До свидания Надеюсь, до скорого? До скорого Замечательный парень Ну, да Только похоже на то, что он Катю не очень интересует Такой молодой человек, как Павел Не может не нравиться Катя ведет себя сдержанно По-моему, отличная тактика Молодец Катя ведет себя сдержанно, потому что любит другого Я прошу тебя, папа Не надо мне портить аппетит Не упоминай при мне про этого мерзавца Бондурчука Цит! Катя не дура И давно поняла, кто есть кто Увлажнение оптимальное Питательность максимальная Разработка уникальная Цена сверх реальная Паша, не нужно Тебе неприятно? Давай договоримся Если ты хочешь со мной встречаться Тебе нужно будет немножко подождать Понял, хорошо Прости Я ради тебя на все готов Молодой человек Купите девушке помаду Потрясающая разработка Инновация в области косметологии А я вас помню Вы в прошлый раз живую воду продавали Правда? Какой клоун, а? К тому же шарлатан А по-моему, он милый Вас как зовут? Артем Рамуальдович Капустка А меня Катя Очень приятно И сколько стоит? Для вас, девушка? Бесплатно Вы такая красивая Спасибо А помада-то французская Конфискат И так дешево Это что за цирк, Идем? Класс Спасибо Посмотреть можно? Да, да Дедушка Ты чего не спишь? Тебя жду Да ты присядь Ну, как фильм? Нормально Катюш Скажи мне Что с тобой происходит? Я ведь вижу, что Что-то происходит Ты расскажи мне все Не скрывай ничего У меня все в порядке Я хожу в институт В кино Крашу губы Но это не так Я чувствую, что тебе плохо Тебе показалось? У меня все хорошо Я спать пойду Подожди Сиди Ты пойми Нет ничего, что нельзя было бы исправить Поэтому все расскажи, как есть Говори Я беременна Тихо, тихо, тихо Успокойся Успокойся Садись Ну, скажи Это произошло по любви Кто отец ребенка? Это Андрей? Да Он как мужчина Должен признать Своего ребенка Он ничего не должен знать Я его ненавижу Ну что ты Ты его любишь Я ненавижу Я сама во всем виновата Я все исправлю И вы должны пожениться Ни за что Катя, послушай меня Все будет нормально Поняла? Все будет нормально Родители знают? Да И они со мной согласны Андрея в моей жизни больше не будет С утра у меня римское право Я договорюсь с преподавателем О досрочной сдаче зачета Давай Успехов тебе Я в тебе верю Спасибо Скажите, пожалуйста Я Как-то неудобно себя чувствую Выгляжу нелепо Лепо? Мам, есть такое слово? Сынок, есть слово удивительно Невероятно Чудесно Вот Тетя Наташа Ну как я буду ходить? Я не умею ходить на каблуках Научишься Невелика задача Мадемуазель Позвольте подвезти вас в сельхозакадемию С удовольствием Еще у нас в планах мезотерапия В частности Эмбриобаст Это все замечательно звучит Я приезжаю к вам третий раз Я никак не могу застать директора клиники Он должен быть с минуты на минуту Знаете, я честно говоря Я уже сомневаюсь Что он вообще существует Этот ваш Нечаев Ну да что вы Он Он фантом Я больше часа здесь сижу А его как не было, так и нет Извините Ну подождите еще пять минут Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Милая моя Выходи за меня замуж Мы же решили, что мы подождем окончание траура Я не могу больше ждать Максимов Иван Степанович, я уверен Царство ему небесное Был бы этому рад Ты уверен? Абсолютно Ну и потом Насколько можно ждать Да Здравствуйте Подожди, Андрей Подожди 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 Мне нужно с тобой поговорить О коме Кате? А, вы хотите, чтобы я к ней вернулся, да? Простите, но это невозможно Подожди, я сказал Уважай мой возраст Тебе все-таки придется меня выслушать Хорошо Только быстрее, у меня мало времени Откуда у тебя столько злоба, а? Ты нас презираешь? Не отрицаю Более того Я вас ненавижу Только не говорите никому, ладно? Хватит поясничать Да, мы виноваты Все, но не Катя Она не должна отвечать за чужие ошибки Понятно это? Как вы сказали? Ошибки? Семен Кузьмич, пожалуйста Передайте вашей внучке Что она меня больше не интересует Послушай Катя ждет от тебя ребенка Нет Это неправда Правда? Ты не веришь, что это твой ребенок? А я ведь Одобрял ваши отношения Я защищал вас от Ларисы Мне в голову никогда не могло прийти Что ты мстить будешь вот таким образом Я не мстил Мы с Катей любили друг друга по-настоящему Что значит любили? Любили, была любовь, а теперь ее нет Но так не бывает Не бывает Да Она не хочет видеть тебя Она не хочет, чтобы ты знал об этом ребенке Но она не имеет права Все решать за вас двоих Не имеет Подумай об этом Я надеюсь Что ты поступишь Как настоящий мужик Ребята, проходите в аудиторию Бондарчук, проходите смелее ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А-а-а! А-а-а-а! Молодец! Держи. Спасибо, пожалуйста. Спасибо. Вкусно? Очень. Купить еще. Нет, не нужно. Я не то растолстею и лопну. Нет, я сначала растолстею, потом ты меня разлюбишь. А потом ты лопнешь. Да, а потом я лопну с горя. Жаль, что придется фотки от мамы спрятать. Ты главное помнишь, что... Что бы ни случилось, я... Я тебя люблю. Я никогда не прощу того, что она так тебя обидела. Мне кажется, твоя мама меня ненавидит. Ненавидит. Ой, страшно. Ты что? Если будет хорошая, я на счастье, знаешь? Они поначалу такие хорошие, что аж к сердцу прикладывая. Когда ты размякнешь, когда ты доверишься, они тебе причинят боль, заставят страдать и бросят. А ты даже не знаешь, ты даже не знаешь, как это... Андрюш, я прошу тебя, пожалуйста, пожалуйста, брось Катю, она... Она разобьет тебе сердце, я больше всего на свете. Я больше всего на свете боюсь, что с тобой когда-то поступят, как со мной поступил Дима, ты даже не знаешь. Ты даже не представляешь, как это... Как это больно, унизительно. Мам. Хорошо, я... Я сделаю все, только успокойся и не плачь, прошу тебя. Обещаю, что ты бросишь Катю. Обещаю. Спасибо. Нужно немножко подождать. Через месяц мне исполнится 18. Когда я стану совершеннолетней, мне не нужно будет отчитываться перед родителями. Думаешь, наши мамы смирятся и оставят нас в покое? А мы не оставим им выбора. Мы же любим друг друга, правда? Обалдеть. Все, пока. Катя, привет. Катя, нам надо поговорить. Катя! Ты что, не хочешь разговаривать? А нам не о чем с тобой разговаривать. Есть. Я знаю, что ты ждешь ребенка. Катя! 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 Стой, ты. Ну что ты орешь? Не твой это ребенок. Нет, это мой ребенок. Ну что если твой? Что с этим? Ну как? Я готов взять все расходы на себя и буду заботиться о нем. Нам не нужна твоя забота. Катя, я не оставлю тебя в такой момент, понятно? Андрей, между нами ничего нет. Нет? Нет. А ребенок? Это случайность. Так получилось. Катя, ты. Что? Поговори со мной. Просто поговори. О чем с тобой поговорить? О том, что ты меня предал? Или о том, что ты встречался со мной, чтобы отомстить мне? Ты отомстил? Чего ты от меня хочешь теперь, а? Я хочу жениться. Понятно? О, Господи, Боже мой. Правда? Да, правда. Я поступлю по-мужски. Я не Дмитрий Ворошин. Дядя Дима любил твою маму. А ты меня не ненавидишь? Я тебя тоже люблю, Катя. Я люблю тебя, Катя. Посмотри на меня. Ты слышишь? Я люблю тебя. Я хочу быть только с тобой. Что мы теперь будем делать? Я сегодня же скажу маме, что мы женимся. Думаешь, она согласилась? Я не уверен. Да это и не важно. Теперь нас ничто не разлучит. Ваш Павел меня просто очаровал. Но теперь я вижу, что все закономерно. У прекрасных, интеллигентных родителей такие же дети. Спасибо вам за сына. А вам за дочь. Я как-то видела ее с Павуши. Ну, вы знаете, манер, ста, ну, просто аристократка. Спасибо, милая. Катюша, это вся моя жизнь. И я очень надеюсь, что в ближайшее время наши дети примут самое важное решение. Я буду только за. Семья Ворошиловых лучшая в нашем городе. Породница с вами большая честь. У меня созрел тост за наших детей. А у меня встречное предложение за их семейное счастье. Ну что, сынок, на, запоминай. Муку нужно просеять дважды. Ну, если не лентяй, то трижды. Зачем так много? Потому что мука насыщается кислородом. И тогда тесто будет пышным. Давай, давай. А, я понял. Дрожжевые грибочки, как и все живое, любят кислород. Мы просеем хорошенечко муку. Кислорода будет много, и они обрадуются. Да, и споют нам песенку в печи. И пустят пузырьки, и тесто наше будет таким пышным. Лей, 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 лей. Лей! О, все, все, все. А теперь размешивай. Я вообще считаю, что каждый мужчина должен медь готовить. Да, неужели? Да. Давай, давай, размешивай с душой и с любовью. Вот тогда пироги будут на славу. Так. А что еще, кроме пирожков, любит Катя? Катя, омлет с беконом. Ну, это просто. Помидоры фаршированные. Помидоры? Это как? Вы мне научите? Научу. О, да ты молодец. Ну, почти комочков нет. Далеко пойдешь. Давай, давай. Так. Катя, привет. Эти пирожки я приготовил специально для тебя. При поддержке и помощи Валентины Степановны. Да какая там помощь? Так стояла и командовала. Это так, это сяк. А в основном все сам. Да перестань. Попробуй оцени мой первый кулинарный опыт. Ну да, вкусно. Катя, что-то случилось? Нет. Просто немного устала. Обязательно цветочки надо будет полить. Ну, взбрызнуть, чтобы свежая жизнь. А вот и я. Ух ты! Вот так Карина и должна выглядеть. Счастливая женщина. Блеск в глазах. А ну, Наташа, а ну поверни спиной. Крылья где дело? Где крылышки дело? Отстегнула, оставила дома. Я так и поняла, что отстегнула, оставила дома. Давай, Наташка, колись. Что случилось? Через месяц у нас с Максимом свадьба. Хорошая ты, Миря. Поздравляю, Боже, я же думала, не доживу я до этого светлого праздника. Господи, прости. Натуся, если что-то будет надо, в любое время обращайся к Карине, ко мне. Мы поможем. Хорошо. Спасибо. Ты мне скажи, Андрюшка знает? Ну, пока нет, но я думаю, он будет рад. И я думаю, что будет рад, потому что это событие века, между прочим. И это событие надо немножечко отметить. Нет, 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 нет. Мы уже с Ритой отметили, а мне надо работать. Он будет работать. Наташа, а если я тебе скажу, что у меня случайно завалялся твой любимый ликерчик? Так, Натусечка, давай, давай, давай. Такое ощущение, что снова начала дышать. Я счастливая. Я счастливая. Ты слышишь меня? Папа нас любит. Слышишь? Папа любит. Ну, как ты себя чувствуешь? Уже лучше. Где Павел? Не знаю, наверное, ушел. Ты знаешь, я сегодня познакомилась с мамой Павла. Интеллигентнейшая, воспитанная женщина. А ты, кстати, знаешь, что отец Павла дипломат? Нет. Очень хорошая семья. То, что нам нужно. Вы с Павликом просто идеальная пара. Давай определимся с днем свадьбы. Какой свадьбой у нас с Павликом? Я его не люблю. Какая свадьба? Тюш, ну не путай страсти и любовь. Я ничего не путаю. Я его просто не люблю. Катя, спустись с небес на землю. Мозги включи. Короче, ты выйдешь замуж за Павлика. Это не обсуждается. Все. И что она сказала? Мне нужно выйти замуж за Павла. Чушь. Причем здесь Паша? Катя, главное, что у нас будет ребенок, и мы поженимся. Все будет хорошо, я обещаю. Правда обещаешь? Катя, мы помирились. Будем вместе. Я люблю тебя. Я тебя люблю очень-очень. Это к тебе. Да, сейчас. Прости, пожалуйста, здесь кто-то пришел. Нужно бежать. Хорошо, перезвоним. Ну, привет. О, приветик. Ну что, рассказывай, как там наш хам Андрей? Грузил тебя? Предлагал помириться. А ты что? Я отказалась? Ну и правильно. Молодец. Нечего. Девочки, пирожки. Угощайся, Иван. Паша пек. Паша? Да. Сам? Конечно. Под моим чутким руководством, конечно. Три часа на кухне торчал, старался. Паша, вообще, последнее время молодец. Ну да, хороший мальчик. Валентина Степановна, пожалуйста. Катя, это твои дела, твои отношения с Амаришей. Да, пошадала, конечно. Слушай, Катюха, тебе повезло. Вот если бы мне кто-нибудь такие пирожки испек, я бы точно за него замуж пошла, не раздумывая. Не, вкусняшка, кстати. Все равно ваша лучше. Видишь, какая капризная? Ой, спасу нет. Бери, бери, ешь. Ну ты что? Семен. Извини, что я тебя отвлекаю. Да, ничего, ничего. Я слушаю тебя, Леночка. Семен, мне кажется, что мальчик, который ходит к Кате, мне кажется, что он ей совершенно не нравится. Тебе кажется. А я в этом абсолютно уверен. Ну, зачем же тогда он ухаживает? Причем так активно, но просто навязывается. Да потому что это идея Ларисы. Это она хочет, чтобы Катя вышла за него замуж. Сразу видно, что они совершенно разные люди. Зачем? Потому что это человек нашего круга, видите ли. Да. Слова Ларисы. Ну что, я думаю, Катя сделает правильный выбор. Ее не так просто сбить с толку. А Лариса? Она не помешает? Будем надеяться, что нет. Анна Петровна, извините. Что такое? Что случилось? Что-то случилось. Максим, у нас с тобой кое-какое дело. Клиника эстетической хирургии. И я не понимаю, почему я постоянно тебе должна об этом напоминать. Так. Ну, думай, думай. Ага. Ай. Встреча с инвестором. Да, Максим. С инвестором. Вспомнил. Он прождал тебя полтора часа. Полтора часа. Ты понимаешь? Ну, у тебя есть совесть или нет? У меня было важное дело. Важное дело. Так, я понимаю. Твое важное дело зовут Наташа. Да. Рассказывай, рассказывай. Я ничего с собой не сделаю. Я в порядке. Вообще-то у меня сегодня самый счастливый день. У нас все решилось. Поздравляю. Когда свадьба? Через месяц. Это будет твоя самая большая ошибка. Эта женщина тебя не любит. Не женись. Это единственная женщина, которую я люблю. Это единственная женщина, которая все время тебя унижает. Ты об этом пожалеешь, Максим? Нет. Увидишь. Андрей сегодня снова подкатывал к Кате. Пытался возобновить отношения. Она его отшла. Супер. Супер. Этого и следовало ожидать. Слушай, а что это он опять к ней лезет, а? Дурак потому что. Любит, что ли? Только вот за что? Так, я попросил бы. Катя, моя невеста. Ты запомни это. Невеста? Уже? Ну, в принципе, да. Я очаровал всю семью Ворошиловых, и прислуга тоже от меня в восторге. Типа кулинарией увлекаешься. Только вот пирожочки, Паш, твои не очень. Да и Катеньке не понравились. Да все, ладно, хорошо. Это первый блин. И последний стопудово. Зачем мне эта кулинария? Да у нас, если мы захотим, прислуга будет. Да в конце концов, пойдем в рестораны питаться. Да. А у нас с Андреем все сложнее. Так. Все. Гартушечка. Привет, сынок. Привет. Ну, еще долго так. Заждались уже. Что празднуем? А я выхожу замуж. За Максима. Поздравляю. А ты что, не рад? Да нет, рад просто. Интересно получается. У меня для вас тоже новость. Я женюсь. У меня там мясо стынет. Вы переговорите пока? Очень интересно. А кто эта девушка? Мам, мне нужно как можно скорее решить все проблемы с учебой. Бросать универ я не хочу, а совмещать эти вещи очень сложно. Нужно как можно быстрее найти жилье и работу. Сон. Присядь. А почему вы так спешите? Что, твоя девушка не хочет ждать? Она не может ждать. Ну, ты меня так не пугай, что она... Да, да. Да, мамулька. Она беременна. Кто она? Катя. 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 Субтитры создавал DimaTorzok